Сегодня в программе всё о собаках. Она отлично плавает. Эти собаки обожают плавать. Они умеют приносить дичь и спасать жизни. Блейз, на помощь! Помоги, Блейз! А ещё они могут чувствовать страх. Я очень боюсь воды. И моя собака. Латте об этом знает. С их огромными размерами можно сравниться лишь их большое сердце. Эти ребята самые большие симпатяги, с которыми вам хотелось бы встретиться. Эти прекрасные собаки называются так же, как их родина. Ньюфаундленд. Они всё понимают. Сойдём на берег и познакомимся с Ньюфаундлендом. Всё о собаках. На первый взгляд, вы можете по ошибке принять этот огромный ком тёмного меха за чёрного медведя. Но на самом деле, по складу характера и нраву Ньюфаундленд больше похож на игрушечного медвежонка. Эту породу для краткости любя называют Ньюф или Ньюфи. Практически все Ньюфаундленда одинаковы. Огромная собака, которую хочется обнять с чёрной шерстью и карими глазами. Чёрно-белая разновидность, которая называется ленсир, составляет 18% популяции. Коричневые и серебристые встречаются ещё реже. Наверное, смешение различных пород и помогло вывести послушных Ньюфаундлендов. Может быть, своими крупными размерами они обязаны мастифам или перенейским горным собакам. Разные виды овчарок и спаниелей дали им шерсть и нрав. А феноменальные способности пловца, скорее всего, достались Ньюфаундлендам от водяных собак. То, как великолепно они чувствуют себя в воде, привлекло к ним новичка в морском деле Джоанну Дэвис. Мне очень неловко, потому что я родилась и выросла на Гавайях, но не умею плавать и боюсь воды. Это одна из причин, по которым я выбрала именно этих собак. Семейство четвероногих спасателей помогает Джоанне сохранить спокойствие на воде. Мы много времени проводим на природе, мы живем на побережье. Я подумала, что если у меня будет Ньюфаундленд, то он обо мне позаботится, спасет меня, если что-нибудь случится. Нет, иди сюда. Но семь спаниелей. Ньюфаундленды мне очень дороги. Я всегда хотела, чтобы у меня было много собак. Поэтому все семеро действительно живут у меня в доме. Иди сюда, ко мне. Пять классических черных Ньюфаундлендов Джоанны соседствуют с двумя более редкими ленсирами. Домоседы. Обоим ленсирам 12 лет. Средняя продолжительность жизни Ньюфаундленда 9,5 лет, но эти домоседы превысили статистический показатель. Хорошая девочка, Лата. Упражнения могут сохранить породистого Ньюфаундленда молодым душой. Отлично. Молодец, Лата. Лата, принеси. Четырехлетняя Лата-новичок в Олимпийских играх для Ньюфаундлендов. Они не должны выронить это по дороге. Они должны отдать его вам в руки. Лата готовится к водным соревнованиям среди молодых Ньюфаундлендов. Умница, Лата. Упражнения на суше моделируют задания, которые на самом деле будут выполняться в воде. Отлично. Помоги мне, Лата, на помощь. Упражнения «Принеси веревку». Надо помочь человеку, который упал за борт и тонет. Хорошая девочка, принеси ее, Лата. Вы посылаете собаку с веревкой, чтобы человек смог за нее схватиться. И собака оттащила бы жертву к берегу. Хорошо, Лата. Вытащи ее на берег. Тащи на берег. Молодец. Умница, ты спасла мне жизнь. Большое спасибо. Спасибо, что спасла меня. Тренировка проходит как игра. Это было здорово. Неси сюда, дорогая, принеси. Напряжение появляется, когда на воде начинаются настоящие соревнования. Неси это, мамочки, давай неси сюда. Сегодняшние соревнования начинаются с небольшого энергичного разговора между владелицей Пэт Дрю и ее щенком Пеппи. Дай это мне, Пеппи. Дай мне, Пеппи, неси сюда. Может быть, еще один разговор ей поможет. Пеппи, неси это сюда. Давай ко мне. Спасибо. Хоть и запоздавший, но отличный ответ для взрослой водяной собаки. Помоги мне, Блейз. Блейз, на помощь. Теперь наступает очередь молодняка выступать на водных соревнованиях Ньюфаундлендов, Хай Кантри. На помощь, помоги. Для этого задания нужна группа добровольцев. Это буксир. Джули Дэниел выступает в роли руководителя в инсценировке спасательной операции. Хорошо, Мони. Джули также будет сегодня судьей в водных состязаниях. Эта собака могла бы очень хорошо выполнить задание и отлично выступить завтра. Трехлетняя Флауэр и ее владелица Джейн Ко Лесса первые из тех, кто ожидает соревнований среди молодняка. Первое задание, надо принести предмет. Хозяин бросает брус, который должен упасть по крайней мере в 10 метрах от берега. Возможно, у этой собаки еще есть силы, чтобы выполнить задание, но ей немного не хватает энтузиазма. Нет, Флауэр, нет. Флауэр не сумела показать себя во всей красе. Флауэр молодая, любопытная собака. Ее часто начинает интересовать все остальное, что происходит на пляже. Она умеет это делать, просто она подумала, что сначала сходит и проверит пляж. От следующего участника ожидают большего. Отличные выступления, прекрасные, безошибочные. Вот на что мы надеемся. Никаких колебаний или пауз. Просто выйти, сделать свою работу и уйти. Вот чего мы хотим. И ожидается, что Латте сделает именно это. Джоана очень на это надеется. У собаки есть 60 секунд, чтобы доплыть, схватить брус и принести его хозяину, который ждет на берегу. Латте не нужно уговаривать. Как видите, эта собака сразу же пошла в воду, схватила брус и сейчас несет его к своей хозяйке. Она должна отдать его ей в руки, и это означает, что ей не разрешается ронять его на землю. Это было великолепное выступление. Молодец. Отличная работа, Латте. Дальше задание принести веревку. Хозяин дает собаке конец 22-метровой веревке, завязанной узлом. У собаки есть 90 секунд, чтобы взять веревку, подплыть достаточно близко к помощнику, чтобы тот ее схватил. Раньше Ньюфаундленды также должны были уметь схватить потерявшую сознание жертву и оттащить ее в безопасное место. Латте наверняка смогла бы выполнить и это задание. Действительно великолепное представление. Два помощника останавливают свою лодку примерно в 15 метрах от берега. Затем один из них привлекает внимание собаки, ударяя о воду брусок с привязанной к нему трехметровой веревкой. Собака должна поплыть к лодке, взять брус у помощника и подтащить лодку к берегу, чтобы она коснулась дна. Все это за 90 секунд. Хорошо выступающий Ньюфаундленд рассекает воду, как баржа. А теперь испытание, которое оказывается более сложным для хозяйки, чем для собаки. Сейчас я только учусь плавать, все в порядке, и я боюсь воды. Просто успокойтесь, следите за мной. Я слежу, хорошо. Очень боюсь воды. Эйлата об этом знает. Она знает. Это заплыв вместе с владельцем, собака и хозяин вместе входят в воду. Затем Джоанна должна проплыть по собачьей 6 метров мимо брода. Судья едва успел дать сигнал Джоанне. С помощью свистка она сможет приказать Латте плыть обратно к берегу. Теперь Джоанна может расслабиться и свободно плыть за своей собакой-спасителем. Еще один удачный рабочий день. Здорово. Как весело. Это было хорошее, уверенное выступление. Это именно то, что хочется увидеть. Хорошее, безошибочное, уверенное выступление. Это было сделано прекрасно. Латте приходит первой в группе. Ее хозяйка Джоанна заслуживает первого места за то, что преодолела страх перед водой. Они обе сияют, помогая вспомнить ту роль, которую играли Ньюфаундленды, спасая людей. Конец первой части. Все о собаках. Ньюфаундленды так же величественны и постоянны, как и северо-восточная провинция Канады, в честь которой их назвали. Жители Харбор-Гейтс, Ньюфаундленд, даже утверждают, что один из этих послушных гигантов спит у входа в залив. Это часть местной легенды, или вы тоже видите его в очертаниях скалы? Его массивная голова покоится на лапах, и он верно охраняет свою родину, прекрасно себя чувствуя в холодных Атлантических водах. Иди сюда, приятель. Заводчики знали, как вывезти крепкую собаку, которая не боится моря. Сейлор — современное воплощение их стремлений. Поднимаем паруса, да? Житель Ньюфаундленда Брюс Лидл отдал Сейлора на судно J&B три года назад. Летом он каждый день плавает на этой прогулочной яхте вместе с туристами. Это роль, с которой он быстро свыкся. В первый сезон я потратил много времени, чтобы убедиться, что он не прыгнет за борт, хотя он опорывался. Они не должны этого делать, когда вы выходите в открытое море. Вот так, голос. Молодец. Первоначально Ньюфаундлендов разводили, чтобы они могли провести несколько месяцев в открытом море. Их главное предназначение — охранять жизнь членов команды. Сейлор хорошо подготовлен, чтобы броситься на помощь, если турист или матрос упадет за борт. Он также хорошо подготовлен, если говорить о его шерсти. У этой собаки двойная шерсть. Сквозь нее в воде проникнуть очень сложно. На самом деле она просто стекает с нее каплями. У Ньюфаундленда длинная шерсть и мягкий густой подшерсток, покрытый естественным жиром. Они защищают его, словно плащ. Надежная двухслойная шерсть позволяет собаке разбивать лед и переносить воздействие холодной воды лучше любой охотничьей собаки. В то время как у большинства пород пальцы сращены, у Ньюфаундленда между ними есть перепонка, как у утки. Вы видите перепонка от одной подушечки к другой. Они рождены для плавания, в этом нет никакого сомнения. Осторожнее, когда поднимается ветер, в лицо вам может попасть не только морская пена. Иногда слюни разлетаются на расстоянии шести метров, поэтому стены и потолок легко пачкаются. Вот почему так удобно повязать ему вокруг шеи небольшую тряпку. Для слюней. Когда на море начинается волнение, приходит время возвращаться в безопасную гавань залива Сент-Джон. Ньюфаундленд легко приспосабливается к воде и суше. То же можно сказать и о компании, в которую он попадает. Когда я подбирал собаку, то знал, что у меня будет ребенок. Я должен был быть уверен, что она все стерпит. Мало кто может так хорошо ладить с детьми, как Ньюфаундленд. У них действительно силен инстинкт защитника, особенно если речь о детях. Привязанность остается крепкой на работе на яхте и во время игр на берегу. Когда дело касается заботы и защиты, эта любовь между Ньюфаундлендом и его хозяином взаимна. Расстояние 500 километров на другом берегу залива Святого Лаврентия Девон-Надбим, одна из тех, кто разводит Ньюфаундлендов, и сейчас ее помощь нужна новорожденным щенкам. До сих пор это остается чудом. Каждый раз, когда я вижу новый помет, это будто впервые, Девон разводит Ньюфаундлендов 16 лет. Я хочу есть, я так голоден. Это самый ценный подарок. Девон знает все об этих послушных гигантах. От первых часов жизни щенков до истории зарождения самой породы. Нет точных свидетельств того, как возникла эта порода. Когда викинги в 1000 году нашей эры приплыли, обосновались на Ньюфаундленде, они привезли с собой собаку, которую позже назвали медвежатником. У этих собак был очень густой воротник из шерсти, теплая шкура и слегка отвислая кожа. Ньюфаундленд превратился в мощную послушную собаку, которая могла выжить в суровом климате и работала бок о бок со своим хозяином. Все эти черты были привиты собакам главным образом в то время. Они чудесно ладят с детьми, спасают людей на воде и в снегу и могут перевозить грузы. Ньюфаундленды, завезенные в начале 19 века в Европу, стали символом высокого социального статуса. Это английская знать, а не жители Канады, вывели лансиров. Лансиры появились как помесь Ньюфаундленда и британской собаке, и стейт-дог, которая сейчас вымерла. Эти два вида смешались, дав начало черно-белой разновидности Ньюфаундленда. Ее назвали лансиром, потому что сэр Эдвин Лансир написал несколько известных картин с этими собаками черно-белой масти, которая стала очень популярна в Англии. Когда Деван сама была еще ребенком, лейтенант-губернатор Ньюфаундленда попросила ее мать Меган Надбим помочь воссоздать эту породу. В то время здесь оставалось так мало Ньюфаундлендов. Чтобы их возродить, мне пришлось взять кровь извне, чтобы смешать с местными собаками, которые были здесь. Меган поехала в Швейцарию и нашла Роми, у которого были идеальные параметры. Прежде всего, у него очень хороший характер. То есть, если это не огромная добродушная собака, которая обожает всех, а особенно детей, это не Ньюфаундленд. Давай, пойдем. Сейчас Ньюфаундленд — это прежде всего друг. Нам, почитателям этой породы, очень важно, чтобы качества, на развитие которых ушло так много времени, в них сохранились. Деван совершенствует породу, продолжая семейные традиции. Если вы сосчитали, то у нее 10 собак. Ко мне, мадам. Иди сюда, милая. Время возвращаться к малышам. И дальше. Деван стремится, чтобы следующее поколение было лучше предыдущего. Две ее самые серьезные медицинские проблемы — это дисплазия бедра и заболевания сердца. Бедренные и локтевые суставы, мы проверяем сердце и все остальное, нет ли наследственных дефектов. Эти двухнедельные щенки скоро вырастут и станут большими. По-настоящему большими. Вы бы поверили, что при весе в 60 килограммов, Неви все еще растет? Давай. Он достигнет зрелости только через два года. Хороший мальчик, вот так, встань. Ну, давай, давай, молодец. Конечно, это подросток. В 16 месяцев он пока не стал взрослым, и у него много еще впереди. Неви будет крупнее и сильнее, чем его сестры, но в среднем Ньюфаундленда весит около 65 килограммов. Учитывая размеры собаки, уход за Ньюфаундлендом занимает не очень много времени. Если вы будете раз в неделю посвящать уходу за ним полтора часа, этого вполне достаточно. Однако вашему дому придется уделять намного больше времени, если тут живут Ньюфаундленды. Это шерсть, которую я вычислила у 10 Ньюфаундлендов на прошлой неделе, а сейчас не период линьки. Что, Таффи, ты тоже хочешь зайти? Ньюфаундленд не слишком активен, поэтому ему не нужны утомительные тренировки. Он никогда не станет бегать с вами, но сможет медленным размеренным шагом пройти значительное расстояние. Эти собаки созданы для отдыха, а не для бега. Хорошие щеночки, пойдемте, давайте. Раньше их использовали как тягловых животных и в городе, и по всей провинции. На самом деле, в начале века только в городе Сент-Джон работало 2000 Ньюфаундлендов. Давай, док, пошли. Хороший мальчик. Отлично. Сегодня перевозки ограничиваются тем, что они катают детей. Для них это самое большое удовольствие. Если они могут просто находиться рядом с вами и принимать участие в том, что происходит, они пойдут за вами куда угодно, они сделают что угодно, они хотят быть с вами. Говорят, что нигде в мире вы не найдете более преданных и нежных друзей, чем Ньюфаундленда. Кажется, эта порода раскрывает те же самые качества и у своих хозяев. Вы встретите такого человека в Харбор-Гейтс, Ньюфаундленд. Мэтт Бразо, нянька для семи съежившихся пищащих щенков Ньюфаундленда. День начинается с кормления в 7 утра. Потом в 11, в 3 часа дня, в 7 и в 11 вечера. И еще в 3 часа ночи. Сейчас я кормлю их 5 раз в день. У щенков Ньюфаундленда здоровый аппетит. В возрасте от 3 до 18 месяцев один Ньюфаундленд съедает в день около килограмма корма для щенков. Щенки, 4 самца и 3 самки. Радость и гордость Мэтта. Эбби была первой собакой, чье рождение я увидел. Она была единственной самкой в помете. У нее было 7 братьев. Я хотел взять девочку, поэтому надеялся выбрать из 4 или 5 собак. Но мне досталось Эбби. И я не мог бы пожелать себе лучшей собаки. Эбби выросла и принесла 2 помета. Первая беременность прошла без осложнений, а вторая окончилась неожиданной трагедией. Она произвела на свет первых двух щенков, а потом схватки прекратились. Сразу после полуночи у Эбби начались осложнения. Изможденная стрессом, вызванным беременностью, она не смогла справиться сама. Мэтт сразу же отвез ее к ветеринару, чтобы сделать кесарево сечение. Когда они вынули последнего щенка, она прекратила дышать. По-моему, ей было очень тяжело. Это продолжалось 2 дня, и я тоже не отходил от нее 2 ночи, так что я тоже очень устал. Знаете, мне было очень трудно. Это самое тяжелое, что мне довелось испытать в жизни. И когда она умерла, я просто не мог пойти и посмотреть на нее. Когда они только родились, я постоянно беспокоился, что они мало едят. Но когда я их вижу вот такими, это потрясающе. Здесь ни один Ньюфаундленд не останется голодным. У них есть отрыжка, чтобы это доказать. К тому же вы можете увидеть удовлетворение в глазах щенков. К 6 неделям глаза из голубых становятся коричневыми. Большинство щенков абсолютно одинаковые. Вот этот, единственный, кого можно отличить, благодаря белой груди. Ей это досталось в наследство от бабки. Мэтт повязал пряжу разного цвета щенкам вокруг шеи, чтобы их различать. Одна из самок по прозвищу Бургунди так похожа на Эбби, что завоевала сердце Мэтта. Она напоминает мне Эбби. Задние лапы стоят ровно. Она кажется милым, отлично сложенным щенком. И у нее такая симпатичная мордочка. К тому же она напоминает мне Эбби. Я уделяю ей больше внимания, и сейчас она требует его от меня. Щенки, которые умещаются на ладони у Мэтта, скоро станут большими. Сейчас они весят около 5 килограммов. Думаю, от 4 до 5. Через 6 месяцев они будут весить примерно 30-35 килограммов. А через год около 45. Через несколько недель щенки отправятся в новую семью. Все они будут здоровыми и живыми, и не будут похожи на беззащитных сирот, которых обнимает Мэтт. Вчера к нам заходил ветеринар, чтобы сделать им прививки. Он сказал мне, вы совершили чудо. И я рад. Ньюфаундленд всегда был знаменит тем, что спасал жизнь людям, но в начале 19 века эта порода совершила еще один героический поступок. Из-за болезней и врожденных дефектов, легендарная порода Сен-Бернар оказалась на грани исчезновения. Заводчики привезли Ньюфаундлендов в Европу, чтобы скрестить Сен-Бернарами, и в конце концов спасли породу. Героизм Ньюфаундленда не остался непризнанным. В 1887 году была выпущена марка стоимостью полцента с изображением Ленсира, а в 1931 году марка стоимостью 14 центов, запечатлевшая Ньюфаундленда, выращенного лейтенант-губернатором острова. Кажется, люди никогда не устанут смотреть на картинки и фотографии этих собак. Просто спросите об этом Меган Надбем. У меня фотографировали чаще любой другой женщины в мире. Поэтому люди говорят, посмотрите, вот Ньюфаундленды. Штативы, камера, ящичные фотоаппараты, все что угодно этих собак. Очень любят фотографировать. С 1880 года вышло по крайней мере 10 марок с фотографиями Ньюфаундленда. Если вы ищете собаку, чья кровь так же глубока, как океан, вы не сможете найти никого лучше, чем Ньюфаундленд. Больше всего Ньюфаундленд известен своим покладистым характером. За свой нрав этот домашний любимец получает 4 пункта из 4. Уход 2 пункта. Первый и самый важный это слюни. Лучше всего держать тряпку под рукой. Два пункта за здоровье. Как у большинства крупных собак, возможны дисплазия бедра и врожденный порог сердца. Три пункта за дрессуру. Благодаря тому, что раньше Ньюфаундленд был рабочей собакой, он легко обучает. Плавание выше всяких похвал. Ньюфаундленд использует свой сильный хвост как руль. Перепонки между подушечками на лапах и большие легкие прибавляют выносливости. 4 из 4. Латте получает призы за хорошее плавание и спасательные навыки. Латте помогает мне преодолеть свой страх перед водой. Мне пришлось научиться бороться с ним. Теперь это чудо-собака перешла в группу, где соревнуются взрослые собаки. Помните щенка Мэтта Бразу по прозвищу Бургунди? Она нашла дом. Это дом Мэтта. Ее регистрационное имя будет Хайро Мастерс Мисс Сент-Мэрис, и я буду звать ее Келланд. Ее назвали в честь Отто Келланда, который написал песню «Дайте мне порыбачить у Мисс Сент-Мэрис», которую так любят на Ньюфаундленде. Доброта и искренность Ньюфаундленда делают эту породу собак особенной. Доброта и искренность Ньюфаундленда